Всем привет! Это Таня Матаня на канале Позитивные Идеи. Продолжаю эту непростую тему ремонта, потому что как только человек в реальности погружается в ремонт, то столько вопросов и столько проблем, просто головная боль. Я надеюсь, что мои видео вам помогут. Не забывайте, внизу в описании будет ссылка на весь плейлист. Смотрите те видео, которые вам помогут в вашем ремонте. И сегодня я буду рассказывать, где же и как выбирать цвет. Потому что очень много теоретических видео, да, можно посмотреть, как выбрать цвет, вот эту вот теорию, да, вот посмотреть, какие цвета с чем сопоставляются. Можно найти информацию о том, какие сочетаются цвета. И всё это вот посмотреть, да, в теории всё хорошо, но когда ты на практике начинаешь что-то делать, то эта теория, ну как она тебе может помочь? Надо же, чтобы всё это было применимо, потому что ты берёшь эту теоретическую вот эту вот раскладку цветов, и под неё можешь ничего не подобрать. То, что есть вот реально в магазине. То есть ты можешь увидеть, насытиться, увидеть, что да, правильно. Ты понимаешь, что вот эти цвета с этими сочетаются, что они гармонируют. И всё равно, когда на практике сталкиваешься, ты понимаешь, что где же взять эти материалы, и как сделать так, чтобы вот подобрать этот цвет к этому, и что для этого нужно. Значит, первое я уже рекомендую видео посмотреть про то, чтобы понять вообще, в какой цветовой гамме вы хотите смотреть, выбирать себе интерьер, и для этого нужно выбрать вот те цвета, которые вас устраивают. То есть у всех свои вкусы, и вот эту вот цветовую палитру вы должны понять, что это моя. Как выбирать интерьер под себя, я внизу оставлю ссылку на это видео, посмотрите. И вот когда вы выбрали необходимый интерьер, вы хотели бы из него выделить свои оттенки. Вот я рекомендую программу Adobe Color. Это такая профессиональная программа, которая позволяет подобрать как раз оттенки, какие вы хотели. Если кому интересно, как это делать, как это делать правильно, то, конечно, стоит вам обратиться к видеоурокам и так далее. Я сегодня покажу именно возможность, как из определенного интерьера выделить необходимые оттенки. На этой программе, вот тут внизу, есть создать из изображения. То есть вот есть работа с цветовым кругом, а есть создать из изображения. Вот мы сейчас этим и воспользуемся. То есть мы возьмем любой какой-то интерьер, сейчас прям первую попавшуюся картинку. Ну, допустим, вот мы хотим выделить, там я для примера закачивала себе интерьеры. Ну, вот мы хотим выделить вот из этого интерьера оттенки. Да, какие же оттенки? И вы видите, вот он нам эти оттенки выдал. То есть вот она и вот с этими оттенками вы можете работать. То есть вот выделить самые яркие, да, вот в этом интерьере и так далее, приглушенные и любые другие. Сейчас попробую более яркий какой-то интерьер выделить. Вот какой-то у меня интерьер здесь сохранен. Вот смотрите, да, вот какие цвета, вот они оттеночки этого интерьера. То есть на практике как выделять. И смотрите, вот видите, какие именно оттенки здесь использовались. И будут у вас именно определены, поставлены точки, откуда он взял этот оттенок. И уже с этими оттенками вы можете сохранять и дальше думать уже подбирать под эти оттенки. Распечатать с собой вот эту вот палитру, носить. И вот она вам запечатлелась. Вы хотите такой интерьер. И вы в таких красках начинаете подбирать под себя мебель, обои и так далее, просто распечатав на листе бумаги и прикладывая к мебели, к обоям, к краске, к обивке и так далее, необходимые для вас вот эти вот цвета. Потому что сколько вот интерьеров я смотрела, и я все равно остановилась вот на тех цветах, которые у меня сейчас есть. Мне в них спокойно, они меня гармонизируют. Все нормально, я себя хорошо чувствую. У каждого это свой цвет. И второе, это распечатать вот эту вот палитру. То есть найти сайт и увидеть, да, вот этот вот мой цвет. И распечатать прямо на листке бумаги вот эту вот палитру, что с чем пересекается. И на самом деле дизайнеры, когда ходят, выбирают, они вот эту вот палитру, она у них где-то распечатана, и к ней подобран уже дизайн, что вот видите, к этому соответствует. Поэтому вот с этой вот распечаткой прямо ходите по магазинам и смотрите. Это сюда, это сюда, это будет здесь, это будет там. И хотелось бы понять, что с чем сочетается именно в конкретном контексте. Потому что когда два цвета лежат там рядом, располагаются друг на друга просто, как цвета, это не говорит о том, что как это будет смотреться именно вот в интерьере. Потому что очень много нюансов. И эти нюансы, это детали. Да, сочетаются, допустим, там 3-4 цвета, да, либо вы там треугольником посмотрели сочетание, либо четырехугольником, да, то есть все, вы подобрали сочетание цветов. Где что расположить в соответствии с этим цветом. Я тоже начала искать какие-то программки, чтобы я прекрасно понимала, что ну где-то кто-то же должен придумать, чтобы вот под себя подбирать интерьеры. Значит, два сайтика я вам порекомендую, в которых я вот с этими цветами играла. Потому что мой цвет синий, он достаточно тяжелый. Он тяжелый для подбора, потому что нужно добиться такого оттенка и такой атмосферы, чтобы он не был слишком тяжелым, не был слишком темным. Чтобы он не сужал пространство, а играл наоборот для помещения, да, то есть вот все эти нюансы. И мне помогли, значит, две программки. Одна как-то называется «Ремонт», но я вот, по ней сейчас прям будет небольшое видео вставка. И вторая «Color» как-то там тоже, да, вот два цвета. Что эти две программки мне позволят? Они позволили мне вот взять какую-то мебель, которую они предлагают, взять стены, потолок, пол, коврики, все, что вокруг и поиграть с цветом. Значит, первая программа, она вот просто позволяет поиграть с цветом, но у нее не так много оттенков. Именно вот оттенков, потому что цвет это одно, но, извините, красный это целое, если его разложить, там темнее, слабее, сочетание с чем-то, больше оттенков. Но все равно было понятно, да, то есть когда я начала играть с синим, допустим, тем же цветом, то было абсолютно понятно, что если я все стены, например, делаю синим, и все, и это пространство начинает давить. А если я начинаю там где-то что-то располагать, здесь синий, а здесь уже более светлые тона и так далее, то у меня получается выигрышный такой вариант уже, что можно с чем-то сочетать, посмотреть, какие шторы могут сюда подойти. Поэтому поиграйте вот с этими цветами, и когда вы будете ходить по магазинам, даже имея палитру, вы понимаете, что да, вот эти два цвета сочетаются, но вот этот цвет у меня будет люстра, а вот этот цвет я использовать буду на полу, а вот этот диван у меня будет. А если наоборот, то даже сочетаемые цвета не будут смотреться. То есть это вот такая вот практика уже, да, на практике вы видите цвета. Более того, почему многие там пользуются дизайнерами, потому что, ну, лишены воображения, чтобы действительно вот это вот все скомпоновать, потому что понимают прекрасно, что именно детали будут делать их интерьер. Дальше. Вторая программа, она по подбору красок, и ее преимущество в чем? В том, что там были представлены именно современные оттенки. И я как раз свои оттенки нашла, вот коллекция там каменя 2018, и когда я увидела вот этот, у меня уже был куплен вот этот вот серый диван, и я когда увидела, что, причем там плохо, что цвет дивана я так и не поняла, как поменять, но в моем случае его и не нужно было диван. Вот серый, значит серый. И я вот серым диваном компоновала, подбирала вот эти вот цвета уже под свой интерьер. И я смотрела, то есть там я сейчас покажу, какие есть возможности. И самое главное, что если вы вот в таком отчаянном положении, что вы считаете, что лучше все покрасить, это на самом деле дешевый экономный вариант, может быть обои вы купите под подкраску, может быть так стены будете красить, то когда вы вот эти вот цвета будете сочетать, то там сразу указан номер краски, и вы можете это подобрать именно в красках конкретных. И они вот уже будут у вас по каталогу, и кто не знает, Такая закодированная международная система, где расписаны цвета, и каждому цвету и оттенку уже присвоен определенный номер, И по этому номеру вы уже всегда можете что-то подобрать, именно вот краски и так далее. Но, к сожалению, я не понимаю. Вот краски, молодцы, пошли по такому пути, многообразие красок. Я не понимаю, почему обои, производители обоев, вот да, они не делают точно так же. То есть под свою коллекцию, почему не делают возможность посмотреть, как будет обклеена комната. Вот если вы знаете такую программу, напишите, пожалуйста, мне внизу в комментариях, чтобы я ее добавила, посмотрела, если она мне понравится, то я ее и в описании добавлю, чтобы у людей была такая возможность. Ну действительно, почему нельзя взять, вот вы там делаете коллекцию, я попробовала по интернету выбирать обои, это нереально, ну вот такой вот маленький квадратик. Почему нельзя распределить? То есть есть такие варианты, что сами берут там какой-то классический интерьер и просто его фотографируют на обои. Но я-то знаю размер своих стен и расположение там света у окна. Ну давайте посмотрим, что могут эти программки. Итак, сайт ремонт-ф.ру. Ну я ссылочку оставлю внизу. Вот у него, видите, можно выбрать там спальня, кухня, детская. Ну такой какой-то стандартный интерьер. И выбирая уже, например, кровать, выходит палитра, с помощью которой вы начинаете компоновать. Да, то есть вот я сейчас достаточно произвольно набираю цвета и вы смотрите, да, вот они начинают компоноваться. Да, вот здесь вот так вот я расположила, здесь вот так я расположила. И можно уже, там, исходя из интерьера, смотреть, что же для вас подойдет. Да, то есть вы, играя цветами, смотрите, хорошо ли серая тумбочка или лучше вам поставить розовую тумбочку. А хороши ли розовые здесь светильники или, наоборот, фиолетовые лучше вам подобрать. А какого цвета вот подушка, подголовник, да, может его сделать сочетание. Ну, то есть я набросала прямо сейчас абсолютно произвольные цвета, которые только мне пришли в голову. То есть вы с этим вот можете поиграть и вы видите, как в случае чего меняется интерьер, меняется ваше ощущение по этому интерьеру, да. Это достаточно интересно, да. Вот я как раз тоже смотрела синий свой цвет, насколько, допустим, у меня серый диван и хорошо ли серый пол. Или все-таки его сделать так пожелтее, допустим. Да, то есть вот видите, даже вазочку можно подобрать под этот цвет. То есть вот смотрите, вот серый диван, серый стол и при этом кресла серые. Видите, как сразу такой тусклый становится интерьер и сразу в него хочется чего-то добавить, да. А добавили много желтого, ты думаешь, нет, все-таки что-то я здесь перебрала, а может быть вот так. И вот такие вот комбинации, они позволяют, ну, немножко поиграть, немножко понять, а что же лучше, да, какие цвета. Но я говорю, здесь цвета немножко ограниченные, вы видите, да, что цвета, вот видите, вот я начинаю там играть и уже что-то уже у меня получается, да. Вот, видите, добавила слишком много оранжевого, уже перебор, уже что-то хочется другое. Вот, светильники исправила, то есть вот эти вот нюансы, а будет ли хорошо. Серый диван может быть и стены сделать серыми. То есть вот так вот можно поиграть на этом сайте. И в чем-то это сочетание, оно в чем-то помогает, да. То есть вы понимаете, что будет излишне какого-то определенного цвета, если вы вот так расположите. Еще один сайт, вот он текурила, то есть, ну, сама краска Color Up называется, тоже ссылочку оставлю. Здесь уже больше возможностей по оттенкам, да, потому что цвет этот цвет, синий бывает разный. И мне как раз вот, это вот моя композиция, которую я пыталась себе подобрать. То есть вот цветовая коллекция, я взяла минералы Color Now 2018 и смотрю, вот он мой цвет, да. И начала его располагать, видите. То есть нажимая на цвет, я могу им играть. Вот что лучше сделать, серым стену, да, то есть у меня вот идет компоновка. Или там, допустим, пол, видите, как меняется. И при этом, что лучше тогда в виде аксессуара, да. Вот, к сожалению, меняется не так все. Нельзя поменять вот лампу, нельзя поменять стол, стул. Можно поменять коврик, допустим, да. И вы видите, что под цвет там что-то, что-то вы как-то скомбинируете, сделано под их краску. То есть это комплементарный вариант, по которому я пошла. Можно показать акцентные цвета. То есть, да, сразу совершенно по-другому. К сожалению, нельзя брать цвет дивана. Но видите, уже, вот я добавила там, допустим, коврик, да. То есть вот в таком сочетании, вот видите, если будет все, то вот как это будет смотреться для глаза, видите. То есть кажется, что вот эту уже стену, ну вот что-то с ней уже хочется сделать, да. То есть, видите, вот совершенно другое впечатление. То есть вот таким образом. А если все будет, да, будет ли сливаться. То есть все вот это вот подбирается. То есть вот пол, рамка и так далее, да. То есть вы все можете здесь менять. Вот смотрите, то есть это можно поиграть. Акцентный цвет или похожие цвета, да. То есть может быть вам вот так вот будет комфортнее, да. То есть, ну это вы же под себя подбираете. Здесь просто сочетаем всех этих цветов. И уже из вот этой вот цветовой карты, видите, вы можете все компоновать. То есть выбирать цвета, вот я выбрала, допустим, вот такой вот цвет, ну, близкий к таракоту. И уже играть с ним. Видите, совершенно меняется все. Совершенно все меняется. Вот видите, чуть-чуть, допустим, я начинаю играть цветами. И все вот это вот сочетание, сразу все меняется, да. Пол, картина и так далее. Не буду я дальше играть. Для меня очень было важно, как раз вот когда я синий цвет играла, я какие-то вот мелочи тоже. Вот, то есть для меня вот синяя стена, мне нужно было понять, например, какого цвета лучше плинтус. Эти программы позволяют слегка посмотреть, какие цвета вам подходят, что вам нравится, что с чем компонирует. Но если вы серьезно уже проектируете интерьер, не так, как и я, выбирая для одной комнаты цвета, подбирая и экспериментируя, а делаете целую квартиру, то лучше уже смотреть программы, которые полностью разрабатывают интерьер, и там у них уже больше возможностей. Прямо можете набрать в поисковике и на ютюбе очень много роликов, которые обучающие по этим программам. То есть есть бесплатные программы, которые вы рисуете дизайн, вы составляете комнату. Это для меня было трудоемко, поэтому я по этим программам не пошла. Но если вы хотите, конечно же, посмотрите и эти программы. Ссылку на видео и на эти программы я оставлю внизу в описании то, что я нашла. Я надеюсь, что мое видео было вам полезно и практично. То есть вы сможете подобрать цвет именно под себя. Не просто теоретически, что да, вот это сочетается с этим. И посмотрите, как это было бы все красиво, если здесь поработал дизайнер. И так как я использовала серые цвета и синие, то по этим цветам я сделаю отдельное видео, что с чем сочетается. Потому что я не делаю общую теорию по всем цветам, по сочетаниям, а только те, которые я применяла. И то, что я практически не в теории, потому что теорию я тоже пыталась что-то найти, где-то что-то научиться самой, то, что есть в доступе, в открытом. То, что я на практике именно почувствовала, это с этим хорошо, а это с этим не очень. Так что ждите, скоро будет обязательно видео. И в этом видео еще раз я покажу как раз в Адобе Каллы особенности серого цвета. Вот посмотрите, видите, внизу несколько оттенков серого. Вот чем они отличаются и почему именно к определенным этим оттенкам подойдут определенные цвета. Так что смотрите, будет видео очень познавательное. Я уже думаю над его названием «50 оттенков серого в ремонте» или что-то такое я, наверное, заверну. Потому что действительно серый цвет, он сложный. Хотя кажется, что сделать все сереньким и на его фоне так все будет смотреться хорошо. Нет, серый цвет, он очень коварный, очень капризный. И с ним тоже нужно уметь работать, подбирать. И я продолжаю наполнять свой интерьер такими аксессуарами, которые помогут улучшить оттенки моего серого. Всем пока! Это Анимат Али на канале Позитивных идей. Оставайтесь со мной, подписывайтесь. У меня всегда полезно и интересно. Субтитры сделал DimaTorzok